Дорогая церковь, дорогой народ Божий, я хочу вместе с вами сказать славу нашему Господу. Знаете, я хочу вначале прочитать один стих, это записано Иоанна, 21 глава, с 15 стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Иоанин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси ангцев моих. И вы знаете, слыша эти слова, которые хор пропел, раны Иисуса Христа, они сделали нас белее снега. Ранами Иисуса Христа Он нас соединил вместе в одно, как одна церковь. И мы можем находиться на этом месте, мы можем славить нашего Господа Иисуса. И Иисус, Он обращается к Симону Петру. После того, как проходит Иисус вот это искупление мира, где Он страдает за людей, Он страдает за тебя и за меня. И Он проходит вот эти долины, вот эти трудности. И Он выходит победителем. И Он воскрешает. И вы знаете, проходит несколько дней. Если мы читаем раньше в этой главе, то здесь вроде бы написано, Он уже трижды или три раза им являлся. И Он является еще один раз к ним. И такое обращение Иисуса Христа к Петру. К тому ученику Иисуса Христа, который был готов идти на смерть. Иисус Христа, который перешел вот эти моменты своей жизни, где в один момент Он отрекся от Христа. Но потом Иисус приходит к нему, Он спрашивает, и Он говорит, Симон Ионин, любишь ли ты Меня? И Симон, Он отвечает, Петр, и Он говорит, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя. Иисус, но Он такой интересный вопрос Ему задал, более, нежели они. То есть, Его ученики или другие люди. И Он говорит, Господи, Ты знаешь то, что Я люблю Тебя. И он даже написано здесь, что Он чуть-чуть огорчился из-за того, что... Или Ему скорбь настала из-за того, что Христос Ему трижды это говорит. И вы знаете, я читаю это место, это меня коснулось, и я так задал себе вопрос. И я хочу, чтобы вы услышали этот вопрос, то, что Иисус, Он обращается к нам, и Он говорит, Максим, дорогой брат или дорогая сестра, любишь ли ты Меня? И мы можем ответить и сказать, Господи, мы Тебя любим. Ты знаешь то, что мы готовы идти и на смерть, и в тюрьму, как апостол Петр говорит. А Христос, Он дальше говорит слова, Он говорит, паси ангцев моих. Я так рассуждаю, думал, для чего Иисус сказал такие слова? Я просто так начал мыслить, рассуждать. И the legacy, или та цель, та миссия, для чего Иисус Христос, Он пришел на эту землю для искупления мира. Петр, Он совершил ту работу, то, что Отец послал Его, для чего Он Его послал. И Он обращается к Петру, Он говорит, Петр, а теперь ты иди, и ты паси ангцев моих. Ты продолжай эту миссию, которую Я совершил, и ты продолжай эту работу, и ты иди, и ты паси ангцев моих. Говори Мое Слово. Я так просто рассуждаю, мои рассуждения были такие. И вы знаете, мы часто идем на служение, мы часто слышим Слово. Наша жизнь вообще, она состоит из того, что мы слышим Слово. Мы стараемся жить по Слову Божьему, мы читаем. И Бог, Он к нам часто проговаривает через Его Слово. Я хочу прочитать Матфея, 9 глава, 36 стиха. Слово, где написаны такие слова. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Наступает через неделю в нашей церкви, мы будем праздновать или вспоминать этот праздник жатвы, где уже созревают эти плоды. То, на чем работали, может, какие-то фермеры, может, мы имеем свой огород, и мы над своим огородом пашем и работаем. И созревает эта жатва. И Христос, Он обращается к Своим ученикам, и Он говорит такие слова, то, что жатвы много, а этих делателей мало. Я тоже так рассуждал и думал. И Христос, Он не сказал, жатвы много, а тех, которые, а слушателей мало, или тех, которые слушают Мое Слово мало. Он говорит, те делающие, их мало. И я так начал рассуждать, то, что мы все слышим Слово, как я говорю, мы все ходим на собрания, мы очень часто на этом месте слышим, как Бог, Он к нам говорит то, что нам нужно делать, то, что нам нельзя делать, и то, что какая Божья воля в нашей жизни. И Христос, Он изрек такие слова и говорит, делать ли мало. Пророк Исаия, Он видит видение. Я хочу вместе прочитать те слова, которые Господь, Он говорит Исаю. Это Исаия, 6 глава, 8 стих. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Недавно, я уже не помню когда, но вроде бы несколько месяцев назад на этом месте звучали такие слова. И читалось это слово, и говорилось, вот я, ну пошли другого, не меня. Я не буду идти, я не готов, или я не хочу идти. Но Бог, Он обращается к пророку Исаии, Он говорит, кого нам послать? Кто пойдет? Кто будет стоять? И Исаия, Он говорит, вот я. Он не показывает палец на другого человека или на других людей, или, может, на Израиля, который совратился, но Он говорит, Господи, я готов идти. Если кого-то надо, я готов идти страдать, я готов благовествовать, я готов стоять в проломе. Задается для нас вопрос, для меня. Я лично первый к себе говорю, готов ли я? Если Господь, Он придет и Он скажет, а кого мне послать в это время, когда уже жатва созревает, когда уже эти плоды, они спелеют, когда мы живем в это последнее время. И Бог, Он обращается к нам, и Он говорит, кого мне послать? И готово ли мое сердце ответить и сказать, Господи, я готов, пошли меня. Пошли меня, не другого. Я хочу также зачитать римлянам вторая глава. Всем нам знакомое место с 12 стиха. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. И вообще, почему я это все говорю, от чего моя проповедь как бы «Where did it grow from?» Это было вот это место, где говорится такие слова, «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Я начал себя осуждать и видеть в себе во многом то, что я вырос в христианской семье, я хожу на служение, «Я слушаю Слово Божие». И мы знаем даже те слова наизусть, которые говорятся, что вера – она отслышание, что слышание – она Слово Божие. Мы стараемся читать, вникать. Но также написано то, что наша вера, она без дел мертва. То наша вера, то, что мы слышим, если мы не действуем, если мы не готовы к тому, чтобы Господь нас послал, то она – это все напрасно или мертва. Иисус, Он когда-то обращался к народу, и Он говорил, и Он указывал на фарисееве и саддукееве, и Он говорил то, что вы сели на Моисеевом судилище. И Он говорил дальше, что те слова, которые они вам говорят, я своими словами говорю, то, что они говорят – это хорошо. То, что они вам говорят, как нужно поступать – исполняйте, делайте, но по делам их не поступайте, потому что их дела, они не соответствовали с теми делами, их слова, они не соответствовали с их делами, которые они совершали. И то, что мы слышим, это тоже хорошо, но если мы не действуем, если мы не готовы идти, то это все напрасно. И Бог, Он смотрит, и Он ищет в себе таких поклонников, Он ищет в себе народ, тот особенный, который будет готов, который ревностный к добрым делам, который ревностный вещать Его Слово, идти до края земли и вещать о Его, о Его подвиге, о том, что мы сегодня вспоминали утром, как Он страдал на том кресте. И Он умер за каждого человека, живущего на этой земле. И мы видим даже Петр, Бродима, он сначала говорил о Петре, он напоминал. И я тоже хочу посмотреть на апостола Петра, как он, перед тем, как Иисус даже спросил его апостола Петра эти слова, любишь ли ты меня, то там написано то, что они были на рыбалке, они как бы были на работе. И Петр, он увидел Христа, или ученик, он увидел Христа, он говорит Петру, что там Иисус. И Петр, он в такой радости, или в таком дерзновении, он прыгает с лодки и плывет к Христу. Настолько Петр, он возлюбил Иисуса, настолько он был готов идти за Иисусом, то, что он прыгнул с этой лодки. И даже он говорил такие слова, когда Христос обращался к нему, то Петр ему говорит, что я готов и в темницу, и на смерть. И мы знаем, что он и умер этой смертью, страдая за Христа. И я для себя взял такой пример, то, что помоги мне, Боже, быть настолько искренним, не быть просто на словах, или говорить много, или слушать много, а не исполнять то слово, то повеление, которое Бог мне поручил. Когда мы заключали этот завет и говорили, что я буду с доброй, чистой совестью служить Тебе, несмотря ни на что, не то, что грозит, может и тюрьма, и смерть, но я буду стоять за Твое слово. Да поможет нам Господь действительно быть такими искренними пред Богом. И Бог нам да поможет в этом. Я в окончании хотел закончить такими словами, которые записаны в Откровении, в 14 главе, 13 стихе, где написано так, «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут, след за ними. Как я говорил, наступает эта жатва, не только ту жатву, которую мы будем вспоминать через неделю, но мы видим действительно то, что с каждым днем мы становимся все ближе к вечности и к тому дню, когда Христос, Он вернется за Своей Церковью. И что мы за собой несем? Какие дела или плоды мы несем за собой? Есть ли у нас плоды? Приносим ли мы эти плоды на этой виноградной лозе, которой Христос нас привил по Своей великой милости? Да поможет нам Господь слышать Слово Божие, то, что мы слышим на этом месте, применять свою жизнь, жить этим и всегда просить у Бога, чтобы Он нам помогал, и Он нам поможет, и Он нас доведет до тех небесных обителей. Давайте об этом помолимся. Спасибо.